Добрый вечер дорогие друзья меня зовут Игорь Яковенко сегодня 14 октября московское киевское время 22 часа 3 минуты и мы начинаем нашу программу обещанную вечерние ответы на вопросы подписчиков patreon которые в общем-то интересуют не только этих подписчиков но и я думаю всех всех зрителей участников нашего с вами канала первый вопрос от Линаса Микае вопрос звучит так Максим Кац непобедим речь идет о баттле с Майклом Наке и дальше Линас Микае спрашивает он очень вязкий вы так по моему отозвались о нем и хитроумный Кац непобедим знак вопроса уважаемый Линас да нет я не думаю что он непобедим несмотря на то что он опытный опытный боец в дебатах безусловно искушенный но его победа в дебатах с Наке была обусловлена несколькими факторами я некоторые из них уже в комментариях разбирал но сейчас еще раз уточню и дополню первый фактор это изначально если вы помните дебаты с Кацо с Наке были на 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 телеканале дождь и разговор шел именно о так сказать инициативе Кацо прийти проголосовать собраться с силами и прийти проголосовать против Путина по мнению Кацо он неоднократно это в дебатах говорил и неоднократно в ролике говорил что вот на вот этом грядущем мартовском голосовании в 2024 году есть шанс есть шанс отодвинуть Путина от власти это было прямо сказано что такой шанс есть что это вот узкое место когда власть дает трещину и в эту трещину надо вставить лом расшатать и так далее то есть прямо говорилось о том что здесь есть есть такой шанс что надо прийти проголосовать против Путина но правда Кац то есть это выигрышная позиция Кац предлагает действие правда он так и не смог объяснить ни в ходе своих роликов не во время этих дебатах ни каким образом это можно сделать в нынешних условиях ни каким образом вот это голосование может быть учтено и станет кому-то кроме вас известно вот в этом конечно проблема но Майкл Наки не бил в эту точку вот это было узкое место в позиции Кацо когда действительно непонятно каким образом это в меньших условиях можно сделать проголосовать против Путина когда такой возможности просто нет ну и вот второй вопрос каким образом это голосование может стать кому-то известным Майкл Наки не бил в эту точку он в основном критиковал Кацо и большую часть отведенного времени потратил на персональное дело Кацо доказывая что ему нельзя верить вспоминая как он говорил то одно то другое сам себе противоречил значит это все замечательно и это все наверное справедливо но это проигрышный вариант потому что когда один что называется работает на позитиве а другой на негативе то это в общем это в общем достаточно плохо смотрится и вызывает симпатии к тому кто предлагает какой-то конструктив а к тому кто только критикует сразу вызывает этот человек вызывает раздражение тем более в сегодняшней ситуации когда в общем-то в общем-то не хватает действительно какой-то позитивной программы второе эти дебаты были безусловно в том числе не исключительно но в том числе состязанием аудиторий которая та самая аудитория в ютубе у Кацо была существенно больше у него почти 2 миллиона подписчиков а у Майкла Наки существенно меньше там менее полутора миллионов тоже очень большая но существенно меньше и это такая особенность дебатов в интернете в ютубе когда участвуют топовые видеоблогеры они приводят свою аудиторию и есть ядро этой аудитории это сверх лояльные такое ядро которое склонно бездумно и априорно поддерживать своих лидеров и я когда комментировал первый раз эти итоги дебатов я назвал фанатов Кацо а таковые есть вот деревянными солдатами урфина джуса это не случайно я я наблюдал поведение этих молодых людей во время попыток рейдерского захвата московского яблока когда они приходили на собрание совершенно не слушали выступающих а просто смотрели в телефон и ждали команду Кацо как и за кого голосовать и голосовали просто вот единодушно по команде я сразу оговорился я видел в комментариях к этому стриму обиженные возмущения людей которые говорили что вот вы меня обозвали деревянным солдатом а я не таковой это правда далеко не все подписчики Кацо таковы и тем более далеко не все отдавшие ему голоса в этих дебатах совершенно не подходят под это определение но и напрасно многие обиделись я как раз оговаривал что это определенное ядро и это ядро есть не только у Кацо есть люди которые абсолютно слепо поддерживают во всем абсолютно что бы ни сказал Алексей Навальный наверное такое ядро есть у Майкла Кацо у Майкла Наки не позиционирует себя как политика а Кацо позиционирует хотя на мой взгляд в этом смысле никакой разницы между Кацо и Майклом Наки нет потому что ни тот ни другой политиками не являются но это мое глубокое убеждение но Кацо думает иначе он считает себя политиком вот и поэтому в общем то скажем так я думаю что размер вот этого вот ядра такого вот ну условно говоря значит по словам фанаты я имею ввиду как вот спортивные болельщики которым совершенно все равно как играют команды они все равно за нее болеют вот в чем смысл поэтому я думаю что вот этим это состязание аудитории выиграл Кацо безусловно кроме того Кацо безусловно более технично вел дебаты он вел их расслабленно спокойно иронично даже сама поза была такая немножко откинувшись расслабленно она очень выигрышная он укладывался в регламент очень точно что тоже вызывало симпатию Майкл Наки он занял такую наступательную позицию такая жесткая наступательная немножко наклонялся вперед так агрессивно вел эти дебаты что безусловно вызывало отторжение кроме всего прочего постоянно перебирал время и это тоже в общем раздражало это все видно там сразу загорается красным это все идет вот этот вот тайминг такой под красный свет Майкл Наки продолжает говорить говорить во время того когда уже горит ему красный свет это естественно ну скажем так ну наверное это все-таки это недостаток Майкл Наки как вот такого вот участника дебатов то есть ну скажем так вот та сумма пожалуй неполная сумма тех причин по которых Кац победил Майкл Наки к вопросу о непобедимости Кацца я встречался с ну поскольку я не политик я в общем-то не ставил своей задачей как-то перевыиграть дебаты у Кацца но я с ним встречался в значит программе которая немножко напоминает дебаты такая была святая оппозиция программы мы с ним беседовали довольно жестко беседовали и я не думаю что Кацца не победим в дебатах и более того я думаю что дебаты Кацца например с Навальным или с Ходорковским они скорее всего закончили могли бы не утверждаю но могли бы закончиться иначе с другим результатом не столь было бы приятным для Кацца а так он выглядел да достаточно убедительно по тем причинам в частности по тем причинам по которым которые я указал вопрос от Виталия Пронта в воскресенье сотни мусульман собрались на центральном вокзале Роттердама чтобы выразить свою солидарность с палестинцами после нападения Хамас они размахивали палестинскими и турецкими флагами призывали к антифаде или уничтожению Израиля во время недели Нойкельня сторонники Палестины раздавали сладости скандировали дерьмовые евреи максимальная реакция это значит текст в твиттере члена совета живой Роттердам ну вот да и цитируется этот текст слишком грубо разъезжать с этим флагом это то что написал в твиттере но бывшем твиттере член совета живой Роттердам и далее вывод который делает Виталий Пронта Европа опять провалилась и снова не будет выводов чем чем что 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 может помочь пробудить людей победу Украина тут тоже верят слабо уважаемый Виталий вот вы говорите что Европа опять провалилась я хочу вас спросить вот вы видели эти отдельные какие-то выступления на улицах западноевропейских городов кстати говоря там я знаю что во Франции эти выступления разгонялись то есть какое-то сопротивление со стороны полиции вот этим вот выступлением есть но вы понимаете что происходит вообще в мире то есть вот эти вот вот эти вот выступления мусульман на улицах европейских городов это очень очень слабая слабый отклик того что происходит сейчас в огромном мусульманском мире в огромном мире ислама это на минуточку 1 миллиард 600 миллионов человек это больше всего я евроатлантического мира вот этот вот гигантский мусульманский мир но прежде всего арабский мир но и не только арабский но и весь мусульманский мир на сегодняшний момент сплотился против Израиля и запада вот просто когда вы говорите о том что Европа провалилась потому что на улицах европейских городов идут анти израильские выступления вы надо учитывать что это вот такие вот крошечные крошечные отголоски того что происходит в бушующем сегодня арабском и в целом мусульманском мире дело в том что вот это вот сплочение мусульманского мира против Израиля и запада она происходит впервые за долгие годы внутреннего конфликтов когда в самом внутри самого исламского мира были серьезные противоречия ну например между Саудовской Аравией и Ирана не говоря уже о противоречиях между целого целым рядом рядом мусульманских стран и Турцией так вот после вот этой вот террористической атаки Хамас произошло сплочение впервые за состоялся телефонный разговор между наследным принцем Саудовской Аравии и президентом Ираном Раиси это произошло впервые причем вот эти два откровенно враждебных государства вот впервые лидеры этих стран поговорили и они значит ну да там было была какая-то нормализация при посредничестве Пекина но тем не менее вот такого телефонного разговора впервые это было и представители Ирана заявили о том что состоялось важное обсуждение о Палестине и необходимости остановить военные преступления со стороны Израиля понимаете со стороны Израиля а не со стороны Хамаса и саудовская сторона тоже заявила о том что королевство имеет твердую позицию в отношении поддержки палестинского дела Турецкий лидер Эрдоган Турция член НАТО казалось бы член вот европейского военного блока евро евроатлантического военного блока тем не менее говорит ясно и четко что я процитирую сейчас я выписал специальное выступление непропорциональное применение силы против сектора газа лишенное какого-либо морального обоснования нет никакого морального обоснования не видит Эрдоган применение морального обоснования применения силы может привести Израиль совершенно нежелательное для него место в мировой арене этот конфликт который ведется постыдными методами не война а массовое убийство и тут же пальчиком погрозил Израилю Израиль должен помнить что если он будет вести себя как организация не как государство то в итоге к нему будут относиться как организации понимаете то есть практически на сегодняшний момент нет ни одной мусульман а мусульманский мир еще раз подчеркиваю это миллиард семьсот шестьсот миллионов человек это огромная часть человечества который сейчас в общем-то сплотилась против западного мира Израиля по этому вопросу по вопросу поддержки хамас и палестины в целом то есть и это очень серьезная проблема поэтому здесь говорить о том что вот европа провалилась да вот я бы сказал так евроатлантическая цивилизация столкнулась с очень серьезным вызовом и конечно деваться некуда конечно поддержка Израиля она совершенно очевидно необходимо сейчас и необходимо сейчас кардинальное решение проблемы хамас хамас должен быть ликвидирован но остается проблема палестины которые вот извините ликвидация хамас это одно ликвидация палестины это невозможно это в принципе невозможно и здесь возникает гигантский вопрос то есть вопрос намного шире и глубже и серьезнее масштабнее чем вот эти вот отдельные выступления значит мусульман на поддерживающих хамас на европейских улицах там вся арабская улица стоит стоит дыбом там вся мусульманская улица стоит дыбом и в общем то правительство этих стран они понимают что 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 чувствует народ они выражают солидарность со своими единоверцами вот и все и никакого сочувствия к Израилю никакого сочувствия то что там уничтожены абсолютно огромное количество невинных людей невиновных ни в чем кроме того что они живут в Израиле радуются жизни и устраивают действительно нормальную жизнь в нормальной стране кроме этого никакие никакой вины у этих людей нет их убили убили женщин детей убивали в домах сжигали заживо это все не воспринимается понимаете вот мусульманский мир сейчас сплотился на за для защиты хамас для защиты по с поддержкой хамаса там когда 7 октября произошло это то люди радовались пели прессали танцевали были счастливы от того что убивают людей вот такая ситуация поэтому это проблема не то что вот европа провалилась это весь евроатлантический мир столкнулся с чудовищным вызовом чудовищным вызовом вот поэтому тут скажем скажем так проблему намного масштабнее чем отдельные выступления с этими отдельными выступлениями мусульман в европе справиться можно я уверен что европа эту проблему решит а вот что делать с этим огромным огромным гигантским бушующим мусульманским миром который сейчас проявил себя как глубоко враждебный не только израилю но всему и всей евроатлантической цивилизации вот это вот большой вопрос так кристина кинг вопрос такой что можете сказать о некоторых россиянах которые говорят что не поддерживают войну в украине но в интернете на аватарках в своих соцсетях выставляет флаги флаги рф уважаемая кристина тут наверное речь идет о целом о разных людях понимаете дело дело даже не только в том что выставляются флаги рф делав проблема в том что многие люди известные люди демонстрируют явную непоследовательность например та же самая евгения извините евгения альбаса своим знаменитым высказыванием что я остаюсь верно российскому флагу ну хорошо вот верно тогда что тогда где где поддержка украины или например знаменитое высказывание светова по поводу того что можно сколько угодно желать успеха украине но категорически нельзя донатить в ссу нельзя помогать нельзя поддерживать нельзя поддерживать страну которая является врагом врагом россии ну простите тогда надо понять вообще ты вообще за кого за большевиков или за коммунистов вот за третий интернационал здесь не получится то есть это проблема эта проблема непоследовательность это по проблема внутренней противоречия в голове человека который вроде бы как не поддерживает войну но в то же время остается патриотом своей страны но если патриот своей страны который в данный момент совершает то есть опять-таки не люди не видят разницу между страной и государством между народом населением и властью ну флаг это это вот понимаете опять-таки немцы которые могут быть выступать против фашизма но тем не менее поддерживают свастику ну что с этим делать да это вот это вот такая проблема такая беда это беда вот как как что я могу сказать это это проблема вот такого раздвоения в голове человека который никак не может все-таки сесть на один стул какой-то не садится все время между стульев к сожалению это с эта позиция очень многих в российской в российском в российской оппозиции так вопрос от юрия касперовича это вдогонку предыдущему вопроса очень длинный я его зачитаю потому что вопрос с огромным количеством претензий возмущений поэтому я его зачитаю полностью уж извините юрий касперович благодарю что ответили на мой вопрос о меркель но сожалею что отстаивая свою первоначальную позицию вы решили прибегнуть к манипулятивной риторике и приемом обмана слушателя пишет юрий касперович то что называется методом игнорирования пропускаете мимо ушей то с чем не можете поспорить и оставили на моей совести перечисление меркель и шрёдера через запятую акцентируя все внимание на том как будто я утверждал продажность меркель это ложь утверждает юрий я ставил их через запятую как политиков нанесших долгосрочный вред германии поставив ее в полную энергетическую зависимость от россии тут не нужно быть телепатом чтобы прочесть что было у меня на уме что было было исчерпывающе изложено в моем комментарии предложение предположение о продажности меркель вы додумали придумали за меня сами далее вы выставили мой вопрос таким образом что я напал на меркель а всем остальным политикам дал пропуск после мюнхенской речи путина это интеллектуально нечестный прием с вашей стороны пишет юрий в отношении меня предметом разговора была именно меркель они все и вся как и в предыдущем не спортивном приеме значит с продажностью меркель вы за меня додумали что я выставляю ее черный остальных белыми пушистыми было бы хорошо если вы не вкладывали в мои или других слушателей вопросы то чего я не говорил и не думал виновны все кого перечислил в своем ответе но речь шла не о всех а меркель не верю что вы этого не поняли просто так сейчас потерялась секунду так такой длинный вопрос он занимает несколько страниц но тут уж как бы говоря что называется надо надо цитировать так иначе опять обменят в том что я чего-то так просто вы нашли удобным моментом для всех манипуляций что для манипуляции чтобы не отвечать на поставленный вопрос а придумать от моего имени совершенно другую тему ее обсудить мерки не была соглашателем это заведомо ложное утверждение но кстати говоря юре это жизнь здесь вы просто мне приписываете ну выражаясь вашим языком лживо приписываете то чего я не говорил я никогда не утверждал что меркель не было соглашателями как раз утверждал что она была соглашателя выражаясь вашим языком вашей стилистике, вы лжете. Вот. Меркость сделала все от нее зависящее, чтобы отрезать Украину от транспортировки газа, важного инструмента национальной безопасности Украины. Пошла так далеко, что поставила под вопрос отношения с США, если они не сминут санкции с потоков. Украинские политики криком кричали, значит, что как только Россия достроит Луганск потоки, они активизируют боевые действия на Донбассе, чтобы полностью захватить Донбасс, возможно, и начнут полномасштабную войну. Транспортировка через Украину была дешевле для Германии, чем по потокам, но Меркель костьми легла, чтобы отрезать Украину, а у России развязались руки. В тот момент, когда в США кричали, что война вот-вот начнется, значит, Меркель кричала, скорее достраивать и запускать вторую ветку. Платя России сотни миллиардов в год, в том числе на вооружение, она заблокировала передачу Украине касок. Уже после начала войны заявила, что она все делала правильно. Имейте совесть, имейте совесть, предлагает мне Юрий, когда пытаетесь размыть ответственность этой аморальной дряни. Ну, хорошо, сейчас отвечу. В каком году надо было рвать экономические отношения с Россией? Еще одно ваше манипулятивное утверждение, которого я не делал, но выставленное так, как будто именно я это имею в виду. Моя фраза, нужно приложить усилия для защиты интересов. Ваша манипулятивная интерпретация обернулась разорвать экономические отношения с России. За один год с огромными затратами на Германию избавилась от газовой зависимости от российского газа. Если бы с первых признаков агрессивной политики Путина Германия начала строить, значит, терминалы и начала диверсифицировать поставки, то это было бы в десятки раз дешевле для экономики Германии, чем те убытки, которые она понесла сейчас. Имела бы поддержку немцев и однозначно положительный эффект на экономику и безопасность Германии. Не нужно бросаться в крайности, Игорь Александрович, особенно от лица задающего вопроса, который ни сломан ни духом об этих ваших фантазиях с разрывом отношений последние. Вы не один раз в ваших интервью чехвостили Меркель за ее политику и последствия ее политики. Гораздо более резкими и критическими словами, чем это сделал я. Но сейчас вам было выгоднее ради отстаивания своего утверждения относительно Яшина забыть в кавычках свои прежние претензии к Меркель и не услышать, о чем говорил. Я вместо этого выставить свою версию моих слов. Больше от меня вопросов не будет, так как ради доказательства своей правоты, когда ваше утверждение поставлено под сомнение, вы не брезгуете пользоваться манипулятивными и софистическими трюками. А так как у меня нет возможности в реальном времени вернуть вас к предметному, а не манипулятивному разговору, то лучше вовсе воздержусь. Вы исключительно умный понимающий человек, а следовательно, ваше недопонимание моих вопросов было осознанной и продуманной манипуляцией. Это не приглашение думать вместе, а не чистоплотные трюки, когда у второй стороны нет возможности вернуть вас в русло фактической дискуссии, а не понимать, не манипуляции словами смысла, а донатить продолжу. Я благодарен вас за вашу искреннюю и бескомпромиссную позицию в поддержку Украины и поскрипну. Мое пожелание к вам уважительнее относиться к своим слушателям. Если с вами не согласны, то не обязательно проявление неуважения или агрессии. Не соревнование, кто умнее и дальновиднее. Банан может быть просто бананом. Как и несогласие, просто несогласие. И ничем более. Вы слегка не позволяете себе тона вас в своих комментариях, интервью, ответах, но не дай бог кто-то другой позволит себе тональность сразу к стенке. Ну, справедливости ради, я должен привести ответ другого подписчика Patreon, который все имеют равные права. И вот Феликс П тут же ответил сразу же, так и написал, сразу ответ Юрию. Про банан красиво, однако не в тему. Красиво, но только это больше относится к вашему потоку сознания, отвечает Феликс Юрию, чем к незамысловатому ответу Яковенко. Вы прям как срезал. Ну, имеется в виду знаменитый рассказ, знаменитый рассказ Шукшина. Срезал. Причем тут Яшин. Объясните. По-моему, вы и есть манипулятор на ровном месте. Банан Фрейда здесь никак не катит. Или конспиратор. Хочется понять, зачем вам это надо. А вот тут уж без Шукшина нам никак не обойтись. Это был ответ Феликса Юрию. А теперь мой ответ. На самом деле, давайте разберемся. Вот так жестко критикуемый с обвинением во лжи, в манипуляциях. Бог знает в чем. Масса преступлений. Это был ответ на мой комментарий письма Яшина из тюрьмы. И из этого моего ответа была совершенно произвольно выдернута одна фраза в отношении Меркель. Смысл моего ответа по поводу моего комментария вот этого письма Яшина был таков, что я, безусловно, поддерживаю Яшина, поддерживаю основные тезисы его письма, но вместе с тем считаю, что вот все-таки, говоря о проблемах, вот просто Яшин пишет о проблемах путинского режима, о том, что путинский режим совершает гигантские преступления в отношении Украины. И вот говоря о проблемах, которые привели к власти путинский режим, как мне кажется, Яшин чрезмерно много уделяет внимания вине Запада. И несколько, ну скажем так, не то чтобы не... Он подчеркивает, что мы тоже виноваты, но опять-таки вот в первую очередь обвинять Запад и уделять этому непропорциональное, как мне кажется, внимание и место в своем письме, мне кажется, это ошибка. Потому что все-таки российским политикам есть смысл в большей степени останавливаться на том, что мы не так сделали. Что мы не так сделали. Вот пару часов назад у меня была, к сожалению, очень сильно опоздали, поэтому был такой немножко сумбур. был разговор с депутатом Верховного Совета РССР Петром Филитовым, моим товарищем, моим коллегой, мы были вместе сопредседателями Республиканской партии России. И у меня была с ним дискуссия по поводу того, с чего все началось, с чего начал наступление фашистский режим. И был разговор о вот этом указе Ельцина 1400, и был разговор о том, что вот это было, тогда был заложен первый камень, фундамент фашизма, а дальше все пошло-поехало. Но было еще много развилок, когда все-таки можно было не то, чтобы остановить движение вот к этому фашизму, но хотя бы я убежден, что не допустить этой войны можно было. Можно было, это было реально. И здесь как раз вот перечень ошибок. Вот на этом бы остановиться человеку, который продолжает оставаться российским политиком. Я имею в виду Илью Яшину, так же, как Алексея Навального. И я понимаю, что критиковать письмо человека, который пишет из тюрьмы, может быть, не очень корректно, но тем не менее он же политик, он же обращается к людям, он же ведет за собой, по-прежнему, из тюрьмы ведет за собой людей и является моральным авторитетом. Поэтому я считаю, что здесь уместно мое замещание. И моя задача была критиковать его именно с этой позиции. А здесь вот выдернуто только одно, там, один разговор про Меркель. Ну и давайте разберемся, в чем упреки. Упрек в том, что я интеллектуально нечестен, потому что поставил под сомнение целесообразность персонального дела именно Меркель. Вот вы возмущаетесь, уважаемый Юрий, что я, что предметом разговора была конкретно Меркель. Так я как раз и ставлю под вас спрос, под сомнение данный предмет разговора. Понимаете, вот с какого перепуга вот в данный момент выдергивать из общего ряда политиков именно Меркель и делать ее ответом, почему не Берлускони, почему не Саркази, которые в значительно большей степени демонстрировали, так сказать, почему не Обама, в конце концов. Понимаете, история газовой зависимости Германии и Западной Европы в целом от российского газа началась не с Меркель, а с ее предшественников, с того же Шрёдера, например. Понимаете, вот при том, что я действительно многократно высказывался в отношении соглашательства Меркель, поэтому здесь вот я не знаю уж, оставляю на вашей совести, Юрий, раз она у вас такая чувствительная, значит, оставляю на вашей совести это заявление, что я отрицал соглашательство Меркель. Это неправда, просто прямая неправда. Вот, но вот это вот выдергивание персонального дела одной Меркель, это ошибка. Это получается, что если бы не было Меркель, то все было бы хорошо, и тогда бы и Саркази бы не было, да, и, ну это, извините, и Обамы не было бы, и Берлускони бы не было. Это ряд, это в целом общая политика, соглашательская политика западного мира, к сожалению, евроатлантического мира. Целовались в десны с Путиным все. Теперь, значит, что касается постановки в один ряд Меркель и Шрёдера. Я думаю, что она неправомерна. Я прекрасно понимаю, что вы не утверждали о продажности Меркель. Я в данном случае говорю о том, что недопустимо их ставить в один ряд, в любом качестве, потому что Шрёдер – это символ продажности, а Меркель таковым символом не является. И в любой постановке вопроса Шрёдер и Меркель в один ряд, ну, по крайней мере, без оговорок в этом плане – это недопустимо. Ну, понимаете, ну, давайте так. Вот Сталин и Горбачёв оба были генеральными секретарями КПСС, ЦК КПСС, и при обоих допускались силовые акции в отношении репрессий в отношении народов Советского Союза. Вам нравится такое высказывание? Мне нет. Я считаю, что, как Владимир Ильич говорил, по форме правильно, а по существу издевательство. Вот через запятую Сталина и Горбачёва, ну, как-то не очень. Понимаете? Точно так же Меркель и Шрёдера ставить через запятую, мне кажется, как-то не очень. Последнее. Что касается, значит, уважительного отношения к аудитории. Ну, я действительно крайне уважительно отношусь к аудитории. Я не раз говорил о том, что я не считаю себя умнее, я ни с кем никогда не соревнуюсь в уме, в образованности и так далее. Но я хочу маленькое такое тихое замечание сделать. Что, понимаете, я уважительно отношусь к аудитории. И к каждому, кто задает вопросы, я стараюсь отвечать на эти вопросы предельно уважительно. Но в отдельных случаях, когда сама тональность вопроса хамская, я позволяю себе иронические интонации. Вот. И ещё один вопрос, понимаете, который вы затронули. Вы как-то вот в скобочках тихонечко сказали, что вы будете продолжать донатить. Вы знаете, вот здесь вы затронули эту тему в общем ряду претензий. Ну, подразумевая, мол, типа того, что ну ладно, я буду продавать. Вот опять, я вам ничего не приписываю. Просто я не очень понимаю, зачем было это сказано. Вот просто не понимаю, зачем это было сказано. То есть я очень благодарен всем, кто материально помогает. Я благодарен тем, кто смотрит мой канал. Я благодарен тем, кто ставит лайки. Я благодарен тем, кто оказывает материальную помощь в виде каких-то разовых донатов. И, конечно же, я отдельно благодарен тем, кто подписан на Патреон, потому что это постоянная поддержка. Ну, до тех пор, пока вы хотите это делать. Но, дорогие друзья, это не значит, что... Вы знаете, вот есть такая поговорка. Кто платит, тот и заказывает музыку. Вот я очень давно, очень-очень давно ни на кого не работаю. И поэтому то, что вы поддерживаете мой канал, огромное вам спасибо. Но это совершенно не значит, что я каким-то образом ставлю от вашего мнения... Некоторые мне угрожают. Я вот сейчас от вас отпишусь. Ну, дорогие друзья, это же такая история. Мы свободные люди. Поэтому, мне кажется, что вот упоминание о том, что вы продолжаете поддерживать, продолжаете донатить мой канал, ну, оно было лишним, мне кажется, в этом вашем возмущенном письме. Ну, а все остальное я вам уже сказал, уважаемый Юрий. Уважение – это всегда такая взаимная история. Поэтому я стараюсь уважительно относиться к аудитории. Вопрос от... Еще один вопрос от Кристины. Кристина Кинг. Не могли бы вы сказать свое мнение о достаточно популярной среди некоторой аудитории людей теории загорода Небесный Иерусалим на территории Украины, особенно в свете войны сейчас в Израиле? Уважаемая Кристина, а я не знаю, а что... Я читал это где-то на сегодня какой-то, 2023, я лет, наверное, 5-7 назад читал что-то об этом. А что это в Украине это до сих пор, это ахинея, до сих пор пользуется каким-то вниманием? Странно. Я просто проверю, не имел возможности подготовиться толком. Там есть какой-то странный человек, его зовут Игорь Беркут, который заявляет о том, что внутри Украины должно быть создано еврейское государство на территориях пяти южных областей, там Одесса, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев. Ну, и предполагается, что до конца 29-го года должно приехать в Украину порядка пяти миллионов евреев для строительства Нового Иерусалима. Ну, это бред сивой кобылы. Я просто хочу вам сказать, что на сегодняшний момент в Украине практически нет антисемитизма. Один из самых низких уровней антисемитизма в Европе. Ну, если вы хотите получить... Ну, я понимаю, что это ни при каких обстоятельствах не будет реализовано, но попытка активизировать движение в этом управлении, оно таки вызовет. Где вы хотите разместить пять миллионов евреев на территории Украины? Где? Куда девать украинцев? Вот. Ну, и я ради интереса зашел к этому самому, давнишнее его, правда, не актуально, я не нашел свежих материалов, я выписал, кому будет доверено управление Новым Иерусалимом на территории Украины. Это совет благоволителей в составе 12 руководителей. Значит, почетный руководитель, вечным главой совета будет Голда Мэйер. Вот. Председателем должен стать Нитан Ягу. Финансами будет руководить бывший глава Федерального резерва Бен Бернанке. Бернанке министром обороны Авикдор Либерман. Внимание, дальше начинается самое интересное. Спецслужбы должен возглавить Яков Кедми. Можно дальше не читать? Не, я прочитаю дальше. Дальше. Министр иностранных дел, публицист Авикдор Эскин. Это еще один. Вот Кедми и Эскин, это два таких приглашенных к Соловьеву. Но дальше еще интереснее. Ну, там внутренние дела. Щеранский. И дальше СМИ возглавит известный российский телеведущий Владимир Соловьев. Вот, мне кажется, дальше уже можно не читать. Да, но все равно прочитаю. Юстиция будет решать уроженка Крыма правовед Татьяна Монтян. Спикером совета будет Евгений Сатановский. Ну, то есть, это что вообще такое? Ну, и так далее. В общем, короче говоря, вот я еще раз, уважаемые коллеги, те, которые смотрят этот стрим из Украины, этот бред все еще имеет какое-то хождение на территорию Украины? Я не слышал. Я думаю, что эта идея, это безумная идея. Но это вот протоколы сионских мудрецов. Это бред севой кобылы. Вот, я надеюсь, что этот бред на территории Украины, в украинских СМИ, давным-давно умер. Дорогие друзья, я на этом завершаю нашу беседу, наши ответы на вопросы Патреон. Будем продолжать. Завтра, как обычно, у нас будут итоги недели с Михаилом Саввой, а затем в 22.00 очередной выпуск программы «Медиафрения». Есть интересные материалы, об этом поговорим завтра. А сейчас, доброй ночи, берегите себя и до встречи завтрашним вечером. До свидания. До свидания.